ассаляму алейкум здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас очередной урок по курану сегодня мы с вами иншалла продолжим изучение суры аль-бакара и сегодня мы с вами пройдем иншаллах 30 30 31 и 32 аяты этой суры как всегда каждый из этих аятов буду читать иншаллах объяснять какие правила содержатся в каждом из этих аятов потом эти аяты по три раза прочитаю и самом конце один раз вот эти три аята прочитаю иншаллах и прежде чем начать урок хотел бы попросить вас поставить лайк к этому видео ауузу биллэхи минэш шейтонир рожим бисмиллахи рахмани рахмим 30 аят вот пробежимся смотрим аят сам по себе очень длинный но есть две остановки и мы там будем останавливаться иншаллах но это не отменяет того что нам надо набрать по максимуму воздуха чтобы его нам хватило до хотя бы так сказать остановки munожración вот я за я в Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok И вот после Алифа стоит Хамза ДимаTorzok 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 Не надо Лу читать А лу И теперь над буквой Ау Стоит волныстый знак И здесь хочу сказать Что на Алиф не обращаем внимания Потому что над Алифом Когда стоит вот такой значок Это говорит о том Что буква Алиф Она нужна только для правописания На звук Никакого влияния не оказывает Теперь Здесь над буквой Ау Волныстый знак стоит Волныстый знак говорит о том Что вот эту даму Желательно тянуть дольше обычного Обычный Если мы тянем 2 раза Тут Желательно тянуть 6 раз Так как слово «калу» заканчивается на букву «в», без огласовок, а следующее слово, слово «атаджалу», начинается на букву «алиф» с «хамзой». Это «мадамунфасил». Поэтому, если у вас дыхания хватает, желательно эту даму тянуть 6 раз и читать следующим образом. Но, если у вас дыхания не хватает, вы имеете право тянуть даму только 2 раза, как в случае «матаби'и», но все равно здесь будет «мадамунфасил». И можете читать следующим образом. И так и так правильно. То есть, либо 2 раза, либо 6 раз. Но лучше 6 раз, как я уже сказал. Теперь далее. Далее следующее буква «алиф» с «хамзой» и «фатхой». И «фатху» произносим как мягкий звук «а». Далее следующее буква «та» мягкая с «фатхой» и «ата». Вот эта часть – это буква «та». Теперь вот эта часть – это буква «джим». Это буква «джим» с «сукуном». Здесь правило «калкала». То есть, букву «джим» надо читать подчеркивая. Для того, чтобы подчеркнуть букву «джим», как только букву «джим» произносим, язык тут же убираем. И получается «атадж». Далее следующее буква «айн» гортанная с «фатха». И «фатху» произносим как гортанный звук «а». И получается «атаджа». Далее следующее буква «ламс» с «дамой». «Дама» приобретает оттенок «ю». «Даму» не тянем и идем дальше. То есть, «атаджа'алу», «атаджа'алу», «лю», «атаджа'алу фи-ха». Далее следующее буква «фа» с «касрой», 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 «тянем» два раза, за счет буквы «я» без огласок, это «мат таби-и», «фи-и». Далее следующее буква «ха», она мягкая на выдохе произносится с «фатхой». «Фатху» тянем два раза, за счет «алифа» без огласок, это «мат таби-и». Получается в одном слове два «мат таби-и», «фи-ха», «фи-ха». Далее следующее буква «мим» с «фатхой», «ма». Далее следующее буква «нун», здесь должен быть сукун, но сукун убрали, тем самым дают подсказку, что не надо букву «нун» читать четко, то есть здесь не может быть «ман». Смотрим на следующую букву, это буква «я», здесь правило «идгам с гунной». Это говорит о том, что буква «нун» превращается в букву «я», и букву «я» надо читать удерживая, то есть вот так. «Май-юф-си-ду», «май-юф-си-ду». Далее, теперь буква «яз», «дам», «май», «ю», далее следующее буква «фа», «су-ку», нам получается «юф», далее следующее буква «син», «мягкая с косрой», «юф-си», «юф-си», далее следующее буква «даль», «дам», «дам», «не», «тянем» и идем дальше. «Юф-си-ду», «юф-си-ду», «фи-ха». Здесь «фи-ха», как вот в этом случае было, не буду повторять. Теперь «далее», буква «ваво» с фатхой «вА», «фатху» нитьаним идем дальше. «ВА-яс», princesе «дуква», «я», «в Haru», «я», «далее следующее буква «син», «анам яхкая с сукутом», «яс», «далее следующее буква «фаз» скасрой», «яс-фи», «яс-фи», «далее следующее буква «кф» «анам яхкая с даммой», «яс-фи-ку» И теперь переходим к следующему слову. Теперь при переходе минуем олив. Олив не надо читать сверху подсказка. Лам тоже не читается, потому что над буквой лам не стоит сукун. Это говорит о том, что следующая буква, в данный момент буква даль, она солнечная буква. Теперь за счет того, что мы букву лам не прочитали, буква даль удваивается. То есть ясфикудди. Далее стоит буква мим с фатхой. И теперь над алифом стоит волнистый знак. И волнистый знак говорит о том, что здесь фатху надо тянуть дольше обычного. Точнее четыре раза. Так как в одном слове, слово аддимааа, это одно слово. В одном слове после алифа стоит хамза. Это мадмуттасил. Как вот в слове мала и кати было. Здесь мадмуттасил, еще раз повторюсь. И получается надо читать. Теперь после алифа стоит хамза и фатха. Фатху здесь, там где мы видим хамзу, произносим просто огласовку. Здесь огласовку фатха, то есть а произносим, не тянем и идем дальше. И получается И так далее. Теперь дали сайт буква вау с фатхой. Дали сайт буква нун. Вот эта часть, она буква нун. Это одна точка относится к букве нун с фатхой. На. Дали сайт буква ха гортан на ясуку. Нам получается Нах. Дали сайт буква нун с даммай. Даму не тянем и идем дальше. Нахну. Нахну. Дали сайт буква нун с даммай. Ну. Дали сайт буква син с фатхой. Ну са. Ну са. Дали сайт буква ба она удваивается с касрой. Получается Нусабби. Нусабби. Дали сайт буква ха гортан на ясуку. Даму не тянем и идем дальше. Получается Нусабби ху. Нусабби ху бихамдика. Дали сайт буква ба с касрой. Би. Дали сайт буква ха гортан на ясуку. Получается Биха. Биха. Далее стоит буква мим с сукуном, получается бихам. Наличие сукуна над буквой мим говорит о том, что букву мим надо читать четко. Смотрим на следующую букву. Это буква дали, это правило изгарша фауя. Поэтому букву мим читаем четко и читаем следующим образом. Бихам ди ка. Далее стоит буква дали с касрой. Бихам ди. Далее стоит буква каф мягкая с фатхой. Фатха приобретает легкий оттенок я. Фатху не оттенем и идем дальше. То есть бихам ди ка. Бихам ди ка. Бихам ди ка вану قаддису. Далее стоит буква ва с фатхой. Ва. Фатху не оттенем и идем дальше. Вану قаддису. Далее стоит буква нун с даммай. Ну. Далее стоит буква каф с фатхой. Здесь фатха приобретает оттенок о. Получается ну-ка. Ну-ка. Далее стоит буква дали она удваиваться с касрой. Получается ну-кадди. Ну-кадди. Далее стоит буква син. Она мягкая с даммай. Даму не оттенем и идем дальше. Здесь буква лам с фатхой, фатха приобретает оттенок я, то есть ла, ла. Далее следует буква каф, она мягкая с фатхой, но при остановке фатха исчезает, появляется сукун и получается лак. Но если вы решили не останавливаться, тогда вы фатху произносите, фатха приобретает легкий оттенок я, фатху не тянете и идете дальше. То есть и так далее. Но лучше останавливаться и читать лак. Теперь далее следует буква каф, она твердая с фатхой, фатха приобретает оттенок о, плюс фатху тянем два раза за счет алифа без огласовки, получается ка. Далее следует буква лам с фатхой, фатха приобретает оттенок я, фатху не тянем и идем дальше. То есть ка ла инни. И здесь буква алиф с хамзой и касрой, касру произносим как мягкий звук и, далее следует буква нун, она удваивается, ее надо читать удерживая. Теперь здесь касру желательно тянуть шесть раз, так как слово инни заканчивается на букву я без огласовок, а следующее слово, слово ааламу начинается на букву алиф с хамзой. Это мадмун фасиль, поэтому волнести знак, который соединен от буквы я, говорит о том, что вот эту касру, которая под буквой нун, желательно тянуть шесть раз. И получается инни ааламу. Но если у вас дыхания не хватает, у вас есть выбор тянуть касру только два раза и прочитать инни ааламу. Но желательно тянуть шесть раз. Теперь далее следующее слово алиф с хамзой и фатхой, фатху произносим как мягкий звук а. Далее следующее слово айн, гортанная с укуном, получается аа, аа. Далее следующее слово алиф с хамзой и фатха приобретает оттенок я. Получается аа, 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 аа. Далее стоит буква мимс, дамай, даму не тянем и идем дальше. Получается, ай-ля-му-ма, ай-ля-му-ма. Здесь буква мимс, фатха, и фатху тянем два раза за счет алифа без огласовок, это мат-таби-и, получается ма. Далее стоит буква лямс, фатха, и фатха приобретает оттенок я, плюс фатху тянем два раза за счет алифа без огласовок, это мат-таби-и, получается ля-ма-ля. То есть, два мадда таби'и идут подряд. Далее сайт-бука Та с фатхой. Далее сайт-бука Айн, гортанная с укуном. Получается Таа. Далее сайт-бука Лямн с фатхой. Фатха приобретает оттенок Я. Получается Таа-Ля. Далее сайт-бука Мимн с дамой. И в случае остановки в конце аята, даму мы имеем право тянуть четыре раза, будет Мад-Арын. И получается Таа-Ля-Му-н. Таа-Ля-Му-н. Вот так. Но если вы решили не остановиться в конце аята, тогда вы даму тянете только два раза за счет буквы Вау без огласовок. Здесь уже будет Мад-Тоби'и. Тут буквы Нун с фатхой произносит. И фатху не тянете, и идете дальше. То есть Таа-Ля-Му-на-ва-Ал-Ма-а и так далее. Но лучше останавливаться. Теперь тридцать первый аят. Давайте пробежимся, смотрим. Ага, длинный аят достаточно. До конца аята остановок нет. Поэтому по максимуму набираем воздуха, чтобы его нам хватило до конца аята. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. И идем дальше. Далее стоит буква Айн гортанная с фатхой. И фатху произносим как гортанный звук А. Получается Ва-Ра. Ва-Ра. Далее стоит буква Ляма. Она удваивается. Фатха приобретает оттенок Я. Получается Ва-Ал-Ла. Ва-Ал-Ла. Далее стоит буква Мим с фатхой. И фатху не тянем. И идем дальше. Получается Ва-Ал-Ла-Ма-А-Дам-Ал. Теперь здесь по идее Хамза и Фатха должны стоять над буквой Алиф. Как вот в этом случае. Но когда прямо над буквой Алиф стоят Хамза и Фатха, Фатху не тянем. Вот здесь мы читали А-Ламу. А тут надо тянуть. Поэтому они решили Хамзу и Фатху ставить перед Алифом. В данный момент, грубо говоря, Фатху мы тянем два раза за счет Алифа без огласовок. Буден ма-Тоби-И. Получается А-А-А-А-А. Далее стоит буква Дал с фатхой. А-А-ДА. Далее стоит буква Мим с фатхой. А-А-Дама. И теперь при переходе минуем Алиф. Алиф не надо читать. Сверху подсказка есть. Лям читается, так как над ней стоит сукун. Теперь это говорит о том, что следующая буква в данный момент, буква Алиф с Хамзой, это лунная буква. Теперь, когда буква Лям с сукуном произносим, язык тут же не убираем, чтобы не было А-Дам-А-Л-А. Не А-Дам-А-Л-А. Вот такого звука не должно быть. Надо А-Дам-А-Л-А-С-МА-А. Теперь дали стоит буква Алиф с Хамзой и Фатхой. Фатху произносим как мягкий звук А. Дали стоит буква Син с сукуном. А-С. Дали стоит буква Мим с Фатхой. И эту Фатху надо тянуть четыре раза. Вот в волнести знак говорит о том, что Фатху надо тянуть дольше обычного. Обычно мы тянем два раза, а тут надо тянуть четыре раза. Так как в одном слове А-Л-А-С-МА-А, это одно слово. В одном слове после Алифа Саид Хамзой. Это Мад Муттасил. Теперь дали Саид Хамзой. Там, где мы видим Хамзу, как я уже говорил, читаем, произносим огласовку. Здесь просто огласовку Фатху произносим, то есть А. И идем дальше. То есть А-ДА-МА-Л-А-С-МА-А-КУЛ-ЛА-ХА. Здесь буква КАФ, она мягкая с ДАМА, и получается КУ. КУ. Далее стоит буква ЛАМ, она удваивается с Фатхой. Фатха приобретает оттенок Я. Получается КУЛ-ЛА. КУЛ-ЛА. Далее стоит буква ХА, она мягкая на выдохе произносится. Фатху тянем два раза за счет Алифа без огласовки. Это Маттаби'и, и получается КУЛ-ЛА-ХА. КУЛ-ЛА-ХА. Далее стоит буква ХА, она межзубная, ее надо правильно произносить с ДАММА, и получается СУ. Далее стоит буква МИМ, она удваивается, ее надо читать удерживая Фатху. Нет, тянем, и идем дальше. СУМ-МА-А-РО-ДО-ХУМ. СУМ-МА-А-РО-ДО-ХУМ. КУЛ-ЛА-ХА-ДА. СУМ-МА-РО-ДА, произносим к ГАРТАНИ. СУМ-МА-РО-ДО-ХА. СУМ-МА-РО-ХА-РО-ХА. СУМ-МА-РО-ХА. Далее стоит буква ХА, она мягкая на выдохеake произносится Salma-ire-HU. СУМ-МА-РО-ДА. СУМ-МА-РО-ДА-ХА. с укуном. Теперь наличие с укуна над буквой мим говорит о том, что букву мим надо произносить четко. Смотрим на следующую букву. Это буква айн. Здесь правило изгаршафа вуя. Получается, надо читать следующим образом. Теперь дали сайт буква айн. Гартанная с фатхой. Фатху произносим как гортанный звук а. Прошу прощения. Дали сайт буква лям с фатхой. Теперь, если бы мы не перешли к следующему слову, фатху надо было бы тянуть за счет алифа мақсуры и было бы мақтаби'и. То есть ала. Но так как мы переходим к следующему слову, фатху не тянем. Соответственно, здесь мада не будет и надо читать ала лмала икати. Ала лмала икати. Теперь при переходе минуем алиф. Алиф не надо читать. Сверху подсказка есть. Лям читается, так как над этой буквой стоит сукун. Это говорит о том, что следующая буква в данный момент буква мим, она лунная буква. Теперь, когда букву лям сукуном произносим, язык тут же не надо убирать, чтобы не было алала не алала, а надо алал мала икати. Далее сайт буква мим с фатхой. Ма. Далее сайт буква лям с фатхой. Фатху тянем четыре раза, как вот в слове лил мала икати было. Здесь просто алал мала икати. Здесь тоже самое это мадмуттасыл. То есть вот эту фатху, которую над буквой лям тянем четыре раза, так как в одном слове здесь буква Алиф должна быть. В одном слове после Алифа стоит Хамза. Теперь здесь дали сайт не буква, точнее, Хамза с Касрой. Там, где мы видим Хамзу, произносим просто оголосовку. Получается АЛАЛМАЛАИ Дали сайт буква КАФС с Фатха, и Фатха приобретает оттенок Я. То есть АЛАЛМАЛАИ КА. Дали сайт буква Тамар Бута с Касрой, Касру не оттенем и идем дальше. И получается АЛАЛМАЛАИ КАТИ ФАКОЛА Теперь дали сайт буква ФА с Фатхой. ФА. Дали сайт буква КОФ с Фатхой. Фатха приобретает оттенок О. Плюс Фатху тянем два раза за счет Алифа без огласовки. Это МАТТОБИИ. И получается ФАКО. ФАКО. Дали сайт буква ЛАМ с Фатхой. Фатха приобретает оттенок Я. Фатху не тянем и идем дальше. ФАКОЛА АМБИУНИ. Теперь здесь. Дали сайт буква Алиф с Хамзой и Фатхой. Фатху произносим как мягкий звук А. Дали сайт буква НУН. Но над буквой НУН стоит буква МИМ. Что это значит? По идее, должен быть СУКУН над буквой НУН. Когда после буквы НУН стоит буква БА, когда после буквы НУН СУКУНом, точнее будет, стоит буква БА. Это правило ИКЛАБ. И в таком случае буква НУН превращается в букву МИМ. И букву МИМ надо читать удерживая. Поэтому они убрали СУКУН и поставили букву МИМ, чтобы мы сразу же догадались, что здесь не надо читать Н, а надо читать М. И получается АМБИУНИ. АМБИУНИ. Теперь после буквы НУН стоит буква БА. Теперь далее стоит ХАМЗА. Там, где мы видим ХАМЗУ, произносим огласовку. В данный момент произносим У. И эту же КАДАМУ тянем два раза за счет буквы ВАУ, без огласовок. Это МАТТОБИИ. И получается АМБИУУНИ. АМБИУУНИ. Далее стоит буква НУН с КАСРА. И КАСРУ тянем тоже два раза за счет буквы Я без огласовок. Будет МАТТОБИИ. И получается в этом слове два МАТТОБИИ. АМБИУНИ. АМБИУУНИ. Далее стоит буква БА с КАСРАЙ. БИ. Далее стоит буква АЛИФС, ХАМЗА и ФАТХА. И ФАТХА произносим как мягкий звук А. Получается БИА. Далее стоит буква СИН. Она мягкая с суконом. Получается БИАС. Далее стоит буква МИМ с ФАТХАЙ. Здесь вот слово БИАСМАИ это одно слово. Здесь после АЛИФС, ХАМЗА в одном слове это МАДМУТТАСЫЛ. И получается надо читать БИАСМАИ. Здесь просто КАСРУ произносим. КАСРУ не тянем и идем дальше. БИАСМАИХАУЛАЙ. Здесь как я еще раз хочу сказать. Здесь МАДМУТТАСЫЛ. Поэтому ФАТХУ, который над буквой МИМ, тянем 4 раза. БИАСМАИХАУЛАЙ. Вот в этом слове ДВАМАДМУТТАСЫЛ. То есть ФАТХУ, который над буквой ХА, надо тянуть 4 раза. И ФАТХУ, который над буквой ЛАМ, тоже надо тянуть 4 раза. Здесь вот ВОЛНИСИЗНА говорит о том, что здесь как бы подразумевается, что здесь буква АЛИФС. Поэтому учитывая то, что в одном слове после АЛИФС, САИД, ХАМЗА, вот здесь первый МАДМУТТАСЫЛ, поэтому ФАТХУ, которая над буквой ХА, она мягкая, сама буква ХА на выдохе произносится. И ФАТХУ, которая над ней, тянем 4 раза. САИД, КАМЗА. Теперь здесь над буквой ВАУ стоит ХАМЗА. Но, как я вам говорю, там, где мы видим ХАМЗА, произносим огласовку. В данный момент буква ВАУ, она не читается. Потому что, учитываем то, что ХАМЗА есть, а там где ХАМЗА, просто огласовку произносим. Так будет всегда. Например, если даже ХАМЗА стоит над буквой Я, образно говоря, вы всё равно произносите огласовку. А сама буква Я не читается, здесь не надо ХАУ читать, ВАУ не читается, здесь ХАУ будет вот так, ХАУЛАИ. Далее теперь буква ЛАМС ФАТХА, и ФАТХА приобретает оттенок Я, и эту же ФАТХА тоже тянем 4 раза, потому что после буквы ЛАМС стоит вот АЛИФ без огласовки и ХАМЗА. Вот ХАУЛАИ это одно слово, поэтому и тут тянем, то есть ФАТХА, которая над буквой ХА тянем 4 раза, и ФАТХА, которая над буквой ЛАМ тоже тянем 4 раза. Вот здесь ХАМЗА стоит, просто огласовку произносим КАСРУ, И, и дальше идем. ХАУЛАИИН Здесь как бы ИИН получается ХАУЛАИИН Далее следует буквой АЛИФ с ХАМЗАЙ и КАСРАЙ, КАСРУ произносим как мягкий язык И, Далее следует буквой НУН, здесь должен быть СУКУН, но СУКУН убрали, тем самым дают подсказку, что букву НУН не надо читать четко, то есть здесь не может быть ИН. Смотрим на следующую букву, это буква КАФ, это правило ИХФА, это говорит о том, что букву НУН надо читать скрыто, удерживая через нос, то есть вот так. ИН КУНТУМ Далее следует буквой КАФ, мягкая с ДАММАЙ, КУ, далее следует буквой НУН, здесь должен быть СУКУН, но СУКУН убрали, тем самым дают подсказку, что не надо букву НУН читать четко. Смотрим на следующую букву, это буква ТА, здесь тоже ИХФА, это значит, что эту букву НУН надо читать скрыто, удерживая через нос. Получается ИН КУНТУМ, далее следует буквой ТА, мягкая с ДАММАЙ, потом следует буквой МИМ СУКУНом, наличие СУКУНа над буквой МИМ говорит о том, что букву МИМ надо читать четко, смотрим на следующую букву, это буква СОД, здесь правило ИЗГАРШАФАУЯ, получается ИН КУНТУМ СОДИКИН, далее следует буквой СОД, она твердая из ФАТХА, и ФАТХА приобретает оттенок О, плюс ФАТХА тянем два раза, за счет подсказки, прямой палочки, это МАТТУМИИ, получается СО, СО, далее следует буквой ДАЛЬС КАСРАЙ, СОДИ, далее следует буквой КОФ, она твердая из КАСРАЙ, и в случае остановки в конце аята, КАСРУ мы имеем право тянуть четыре раза, будет МАТАРИД, и получается СОДИКИН, вот так, но если вы решили не остановиться в конце аята, тогда вы КАСРУ тянете только два раза, за счет буквы Я без огласовок будет МАТТУМИИ, Тот буквой СОДИКИН с ФАТХА произносит, и ФАТХУ не тянете, и идет и дальше, то есть СОДИКИН, КАЛУ, и так далее, но лучше останавливаться. Теперь 32-й аят, он же последний на сегодня. Здесь есть вот остановка посередине, я, иншаллах, остановлюсь, а потом продолжу. СОДИКИН, КАЛУ, СУБХАНАКА, ЛА ИЛМА ЛНА, ИЛЛА МА АЛЛАМТАНА, ИННАКА АНТА ЛАЛИМУЛ ХАКИМ. Аят начинается на букву КАВС, ФАТХА, и ФАТХА приобретает оттенок О, плюс ФАТХУ тянем два раза за счет АЛИФа без огласовок, это МАТТУБИИ, получается КАА. Далее стоит буква ЛАМС, ДАММА, и ДАММА приобретает оттенок Ю, ДАМУ тянем два раза за счет буквы Я без огласовок, за счет буквы ВАУ без огласовок, это будет МАТТУБИИ. На ОЛИФ не обращаем внимания, и получается КАЛЛУ, КАЛЛУ, то есть не надо читать КАЛЛУ, это будет уже ошибка. КАЛЛУ, СУБХАНАКА, Далее стоит буква СИН, ОНЕ МЕХАЕС ДАММА, СУ, СУ, Далее стоит буква БА, СУКУНАМ, это правило КАЛЛ, КАЛЛА, то есть букву БА, БА надо читать подчеркивая, не надо оглушать, чтобы подчеркнуть букву БА. Как только букву БА произносим, губы сразу же открываем, получается СУБХАНАКА, Далее стоит буква ХА ГАРТАННАЯ СФАТХА, и ФАТХУ тянем два раза за счет подсказки прямой палочки, это МАТТОБИИ, получается СУБХА, СУБХА, Далее стоит буква НУН СФАТХА, СУБХАНА, Далее стоит буква КАФ МЕХА СФАТХА, и ФАТХА приобретает оттенок Я, ФАТХУ НЕ ТЯНЕМ, и идем дальше. СУБХАНАКА, Далее стоит буква ЛАМ СФАТХА, и ФАТХА приобретает оттенок Я, ФАТХУ ТЯНЕМ два раза за счет АЛИФА без огласовки, это МАТТОБИИ, получается ЛА, ЛА, Далее стоит буква АЙН ГАРТАННАЯ СКАСРА, и КАСРУ произносим как ГАРТАННЫЙ ЗУК И, И, Далее стоит буква ЛАМ СУКУНАМ, получается ИЛ, ИЛМ, ИЛМ, Далее стоит буква МИМ СФАТХА, и ФАТХУ НЕ ТЯНЕМ, и идем дальше. ИЛМА, ЛА, ИЛМА, ЛА НА, Далее стоит буква ЛАМ СФАТХА, и ФАТХА приобретает оттенок Я, ЛА, ЛА, Далее стоит буква НУН СФАТХА, и здесь ФАТХУ желательно тянуть 6 раз, так как слово ЛАНА заканчивается на АЛИФ без огласовки, а слово ИЛЛА начинается на АЛИФ СХАМЗАЙ, это правило МАДМУН ФАСИЛ, поэтому волнестый знак, который стоит над буквой АЛИФ, говорит о том, что ФАТХУ, который над буквой НУН, желательно тянуть 6 раз, если у вас дыхания хватает, поэтому, если у вас дыхания хватает, читайте следующим образом, ЛАНА ИЛЛА, но если у вас дыхания не хватает, вы имеете право тянуть ФАТХУ только 2 раза и читать ЛАНА ИЛЛА МААЛЛЯМ ТНА, И так-так правильно, далее сайтбука АЛИФ с ХАМЗАЙ и КАСРАЙ, КАСРУ ТЯНИМ, прошу прощения, КАСРУ произносим как М ЯХЙЗУК И, далее сайтбука ЛААМ, она удваивается, ФАТХУ приобретает оттенок Я, плюс ФАТХУ тянем 2 раза за счет АЛИФа без огласовок, это МАДМТcen и получается ИЛЛА, 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 ИЛЛАМА, Далее сайтбука ММИМС, ФАТХАЙ, ФАТХУ тянем 2 раза за счет АЛИФа без огласок, это МАДossen и получается МА, Далее сайт-буква Айн, Гартанная, с Фатхой. Фатху произносим как Гартан, язык А, А, А. Далее сайт-буква Лям, она удваивается. Фатха приобретает оттенок Я, получается АЛЛА, АЛЛА, АЛЛЛАМТАНА. Далее сайт-буква Мим с СУКУНом, наличие СУКУНа над буквой Мим говорит о том, что букву Мим надо читать четко, смотрим на следующую букву, это буква ТА. Здесь правило из Гаршафа Уи, получается АЛЛЛАМТАНА. Далее сайт-буква ТА с Фатхой, АЛЛЛАМТА, далее сайт-буква НУН с Фатхой. И в случае остановки, Фатху тянем только два раза за счет АЛЛИФа без огласовки, это будет МАТТОБИИ. АЛЛЛАМТАНА. Здесь Фатха никак не может исчезнуть, потому что после буквы НУН стоит буква АЛЛИФ. Поэтому здесь не надо букву НУН произносить СУКУНом, это неправильно. То есть здесь не может быть АЛЛАМТАНА. Вот здесь, например, когда мы остановились, мы читали ЛАК, потому что после КАФ не стоит АЛЛИФ, а тут после буквы НУН стоит АЛЛИФ. Поэтому здесь Фатху надо произносить, Фатха не превращается в СУКУН, как вот в этом случае. И Фатху тянете два раза, как я уже сказал, за счет АЛЛИФа без огласовок, будет МАТТОБИИ. То есть АЛЛАМТАНА. Если вы решили продолжить, и у вас дыхания хватает, вы имеете право тянуть Фатху шесть раз. Если вы решили продолжить, это здесь уже будет МАТМУНФАСИЛ, не МАТТОБИИ. Потому что слово АЛЛАМТАНА заканчивается на АЛЛИФ без огласовки, а слово ИННАКА начинается на АЛЛИФ с ХАМЗАЙ. МАТМУНФАСИЛ будет. Поэтому еще раз хочу сказать, если вы решили продолжить Фатху, вы имеете право тянуть шесть раз и читать АЛЛАМТАНА ИННАКА и так далее. Но если у вас дыхания не хватает, вы имеете право Фатху тянуть два раза и читать АЛЛАМТАНА ИННАКА. В таком случае тоже будет МАТМУНФАСИЛ. То есть если вы решили продолжить, в любом случае здесь МАТМУНФАСИЛ будет. А если вы решили остановиться, здесь будет МАТТОБИИ. Я остановился и прочитал АЛЛАМТАНА. Вот так. Далее сеть буквы АЛЛИФ с ХАМЗАЙ и КАСРАЙ. КАСРУ произносим как мягкий звук И. Далее сеть буквы НУН. Она удваивается, ее надо читать, удерживая. ИННА. Далее сеть буквы КАФАСФАТХА. И Фатха приобретает оттенок Я. Фатху не тянем и идем дальше. ИННАКАНТА. Здесь Фатху произносим как мягкий звук А. Далее сеть буквы НУН. Здесь должен быть СУКУН. Но СУКУНУ убрали. Тем самым дают подсказку, что букву НУН не надо читать четко. То есть здесь не может быть АНТА. Смотрим на следующую букву. Это буква ТА. Это правило ИХВА. То есть букву НУН надо читать скрыто, удерживая через нос. То есть вот так. АНТАЛЬ. Здесь буква ТА с Фатхой. И теперь при переходе минуем АЛИФ. АЛИФ не надо читать сверху подсказки. Буква ЛАМ читается, так как на дне сеть СУКУН. Это говорит о том, что следующая буква, в данный момент буква Айн, она лунная буква. Теперь, когда букву ЛАМ СУКУНУ произносим, язык тут же не убираем, чтобы не было АНТАЛЬ. АЛИМУЛЬ, не АНТАЛЬ, а надо АНТАЛЬ, АЛИМУЛЬ. Здесь буква Айн. Буква Айн с Фатхой. Фатху произносим как гортанный язык. Далее стоит буква ЛАМС, КАСРАЙ. КАСРУ тянем два раза за счет буквы Я без огласовки. Это МАТТОБИИ. Получается АЛИИ. Далее стоит буква МИМС, ДАММАЙ, МУ. То есть АНТАЛЬ, АЛИМУЛЬ. Теперь при переходе опять же минуем АЛИФ. АЛИФ не надо читать сверху подсказки. Если ЛАМ читается, это значит, что следующая буква, в данный момент буква ХА, лунная буква. Когда букву ЛАМ с укуном произносим, опять же язык тут же не убираем, чтобы не было АНТАЛЬ, АЛИМУЛЬ. Здесь тоже при языке не должно быть. Надо читать АНТАЛЬ, АЛИМУЛЬ, ХАКИМ. После буквы ЛАМ стоит буква ХА, ГАРТАННАЯ, СФАТХАЙ. Получается ХА, ХА. Далее стоит буква КАФ, она мягкая с КАСРАЙ. И в случае остановки в конце аята, КАСРУ мы имеем право тянуть четыре раза, будет МАДАРИД. То есть, АНТАЛЬ АЛИМУЛЬ ХАКИМ. Но если вы решили не останавливаться в конце аята, тогда вы КАСРУ, который под буквой КАФ, тянете только два раза. За счет буквы Я без огласок будет МАТТОБИИ. Тут буквы МИМС, ДАМА и произносите, ДАМУ не тянете и идете дальше. То есть, АНТАЛЬ АЛИМУЛЬ ХАКИМУЛЬ ХАКИМУЛЬ и так далее. Но лучше останавливаться. Надеюсь, что с правилами здесь все было понятно. Теперь, как я уже заранее анонсировал, каждый из этих аятов по три раза, иншаллах, прочитаю. А потом еще раз вот эти три аята, иншаллах, прочитаю. БИСМИ ЛЛАХИ РРАХМАНИ РРАХИМ КАЛУ АТАЖАЛУ ФИХА МАН ИФСИДУ ФИХА КАЛУ АТАЖАЛА КАЛУ АТАЖАЛАМУН КАЛУ АТАЖАЛУ ФИХА МАН ИФСИДУ ФИХА КАЛУ АТАЖАЛУ ФИХА МАН ИФСИДУ ФИХА КАЛУ АТАЖАЛУ АТАЖАЛУ КАЛУ АТАЖАЛУ КАЛУ АТАЖАЛУ ФИХА МАН ИФСИДУ ФИХА КАЛУ АТАЖАЛУ 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok